Привет, друзья! Сегодня я немного решил отойти от темы моего журнала. Вы знаете, я почему-то сравниваю присутствие каждого из нас в интернете с неким таким концертным залом или клубом, где зал-то пустой, зрителей там нет, а на сцене там идёт какое-то движение. Ну, это может быть всякое. Ну, допустим, актёры репетируют театральные, или, допустим, какая-то дискуссия, кто-то о чём-то спорит, или даже, может быть, какие-то сантехники там пилят трубу какую-нибудь и что-то обсуждают между собой. И вот как только вы включили кнопку, ну, включили интернет, нажали на эту кнопку, это означает, что вы вошли в этот зал потихонечку и где-то присели там в углу, никому не мешаете, и наблюдаете всё это. Вы никого из этих людей не знаете, но, может быть, в самом лучшем случае, ну, лично знакомы с кем-то из них. И вот вы настраиваете свой интернет, неважно, либо в ноутбуке, либо просто в смартфоне, и даже неважно, где вы в этот момент находитесь. Вы можете ехать в транспорте, в метро, там, в электричке, или дома вы уютно устроились, сидя у себя в кресле, и попиваете кофеёк вкусненький там, ну, а кто-то, может быть, и пивко. Так это по глоточку, не спеша. И вот, я думаю, если вам ещё нет и 20 лет, то ваши мысли все устремлены в мечты. Вы сравниваете молодых актёров или актрис, в зависимости от того, кто вы сами, парень или девушка. Ага, а вот тот ничего себе, а этот, ну, так себе. Ну, это вот очень вам знакомо. Но в следующий раз я всё-таки приду сюда снова. Мне это интересно. А вот если вам уже за 30, то вы всматриваетесь в этих людей с точки зрения их профессионализма и соизмеряете их способности со своими. Более того, вы размышляете и думаете, а какую пользу из всего из этого можно извлечь. У вас даже появляются некие такие режиссёрские амбиции. Вам хочется покомандовать всем тем, что происходит на сцене. Романтическая юность уже далеко позади. И сейчас уже наступила другая жизнь. Практика. Извлечение пользы из происходящего. И вот тут, внимание, я подошёл к своему возрасту. Ведь этого никому не избежать. Но мы ещё далеко не старцы, как принято говорить. Но это, я имею в виду, ощущение в плане здоровья. А хотя по возрасту мы соответствуем этому слову. И тут ведь всё зависит от самого человека. Иной уже в 50 лет уже глубокий старик. А почему? Ну, тут причин-то уж слишком много. У нас сегодня в нашей стране, ну, я бы сказал, ну, чересчур весело мы живём. Такое предчувствие, что скоро у нас предстоит какой-то громадный праздник. Ну, что я имею в виду? Ну, прежде всего, конечно, благополучие пожилых людей. Ну, и здоровье. Оно, конечно, связано с этим благополучием. Ну, и раз уж наступили такие весёлые у нас времена, то я предполагаю, что надо заниматься здоровьем вполне серьёзно, но не прибегать к помощи врачей. Врачи – это, знаете, я их называю рвачи сегодня, рвачи. Везде реклама направлена на то, чтобы вас запугать. Вот вы помрёте, если чего-то того не выпьете, вот этого лекарства, понимаете? А лекарства недосягаемые по карману. И чтобы поддерживать это здоровье, человек, конечно, ну, должен отказаться от алкоголя, от курения, там, делать зарядку, гимнастику и прочие вещи. Но и даже не это самое главное. Человек должен трудиться и заниматься своим любимым делом. Вот это основа жизни. Вот с этим надо стараться жить. Почему свобода выбора, свобода творчества так важны для человека? Да потому что работа на чужого дядю не даёт вам удовлетворения, не раскрывает вашу сущность полностью. Меня часто спрашивают, а вот зачем ты это всё делаешь? Что это тебе даёт? А это заставляет меня находиться всё время в творческом процессе, в поиске. Мне приходится учиться, мне приходится перечитывать разные журналы, интересоваться литературой, искусством, музыкой. Кроме того, я ведь записываю ещё и свою музыку, и свои песни, и пишу стихи какие-то к этим песням. Словом, это целый творческий процесс. Я сам себе и режиссёр, и сценарист, и композитор. И видео я делаю, учусь пока, я не говорю, что у меня хорошие фильмы получаются, но основа-то у меня музыка, вот в чём дело. Я через видео, через видеофильм короткий, я стараюсь показать именно свою авторскую музыку. Я не называю себя композитором, боже упаси, как это делают сейчас очень многие молодые люди. Композитор для меня – это великий Моцарт, это Бетховен, у нас это Глинка, это Чайковский, это Мусоргский, понимаете? Это люди, которые вошли в историю мировой культуры, в историю мировой музыки. Они навсегда в ней останутся. Ну, а если называть композиторами, там, допустим, Игоря Крутого или Вячеслава Добрынина, понимаете, ну, всё-таки вот в моём понятии это авторы. Я и сам таким был, я тоже так же получал деньги за музыку, но я не композитор, я автор. Это другое дело. Я же не останусь в веках. Ну, будут лежать какое-то время мои виниловые пластинки, альбомы, которые были записаны на фирме «Мелодия». Ну, пролежат они, в лучшем случае, у кого-то, ну, сто лет, может быть, двести лет. Ну, может быть, кто-нибудь достанет, потом проиграет когда-то, услышит мою музыку. Вот то, что меня по-настоящему радует. Ну, а другие, допустим, медали заслужили. Много наград, грамот. Пролежат они сто лет, тоже двести лет. Будет какой-то раритет. Ну, посмотрят. Конечно, я считаю, что медали в этом смысле гораздо хуже. Пластинка намного лучше и полезнее. Ну, а сейчас я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Я сижу в пустом зале. Я вдруг неожиданно выхожу на сцену и всем кричу. Ребята, подождите, можно я вам покажу кое-что? Ну, тут. Ну, да, давай, сделаем перерыв, послушаем. И я показываю в Фейсбуке, в Контактах, в Одноклассниках, в Ютубе. Показываю всем свою авторскую музыку в формате короткого видеофильма. И все это я сделал сам. И вот тогда я вижу, что присылают одобрение в виде комментариев, лайков. Люди пишут замечательные слова. Я еще за все время, вот за эти несколько месяцев, ни разу не прочитал какого-то оскорбления в свой адрес. Хотя в интернете это нормально. Это проходит, как говорится, полно всяких людей. Это меня вдохновляет и приносит мне радость. Я не думаю о деньгах, как можно этим заработать. Я вполне самодостаточен. Для меня главное – это вы, слушатели и зрители. Вот в чем дело. И чем вас больше, тем это еще больше меня будет вдохновлять и радовать. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто меня смотрит сейчас в Фейсбуке, в Контактах, в Одноклассниках, в Ютубе. Я заявляю однозначно. Я стал ютубером, но, разумеется, не исключаю себя из коллектива в Фейсбуке и в тех же ВКонтактах. Просто смотрите мои, как говорят сейчас, видосы. Они будут обо всем. Я просыпаюсь рано, пишу сценарий, о чем будет мой очередной фильм. И за дело. А вы, по возможности, контактируйте со мной и подписывайтесь. Вы, подписчики, и есть мой концертный зал. Моя сцена. Ну вот такими и были мои утренние рассуждения, размышления. Ну что ж, а сейчас я вам покажу один фрагмент. Это мое выступление на теплоходе. Этим летом это все происходило. Посмотрите. Ну, в качестве аплодисментов поставьте лайк. Ну, если понравилось, подписывайтесь, ребята, подписывайтесь. Чем будет больше, тем все это будет больше меня вдохновлять. И будет, конечно, отдача. Все будет интереснее. А поскольку журнал мой называется Music Sky, музыкальные небеса, то тем разных у меня приогромное количество хватит на всю оставшуюся жизнь. Ну что, увидимся и услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok